Здравствуйте! В эфире новости в студии Олеся Кенфеева. Сегодня главная тема выпуска. Парта героя появилась в 19-й школе. Серпухов присоединился к партийному проекту. Гран-при международного фестиваля Братина. Фильм нашей телекомпании «Беслан. Будем жить» получил высокую оценку. Три часа мастер-классов. Областной проект «Пространство танцев» для хореографов и любителей. Глава Серпухова сегодня провел прием граждан по личным вопросам. Жители дома 26 по улице Большая Лесная хотят признать свое жилье аварийным. Они уверены, что капитальный ремонт зданию не поможет, все обветшало. Сергей Никитенко поручил своим подчиненным выехать на место, чтобы потом принять решение о судьбе многоквартирного дома. Вторая заявительница уже много лет стоит на очереди на получение жилья. Женщине неоднократно предлагали квартиру, но пока ее ничего не устраивало. Сегодня Сергей Никитенко еще раз подчеркнул, что решение проблемы – это конструктивный диалог. Жители Ворошилова 155 обратились с просьбой вернуть ливневую канализацию возле дома, чтобы вода не скапливалась на придомовой территории и не попадала в подвал. Глава поручил взять этот вопрос на контроль коммунальным службам и после дождя выехать на место и оценить, нужно ли проводить там работы. Серпухов присоединился к партийному проекту «Парта героя». Первая появилась в школе номер 19 имени Романа Катасонова. Сегодня о его подвигах также говорили на уроке. Разговор о важном. В понедельник 8.30 по торжественной марш Знамя Победы ученицы 19-й школы выносят флаг Российской Федерации. С поднятия триколора и исполнения гимна России начинается каждая учебная неделя в образовательных учреждениях. Сыния, священная наша деда! Каждый понедельник у школьников урок разговора о важном. Для 7-го А этот классный час особенный. Они обсуждают подвиги Серпуховича, майора Центра специального назначения ФСБ России Романа Катасонова. Он награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени, посмертно, за освобождение заложников в 2004 году в Беслане. Его имя носит 19-я школа. Теперь вот и на этой партии, партии героя, его имя. Сегодня за ней сидят Дарья Савельева и Арина Ушакова. Я получила в прошлом году грамоту за отличные успехи в учебе. 4 ноября мы будем принимать присягу и вступать в отряды юноармейцев. Также я состою в юноармейском отряде в Имбелл в нашей школе. Для меня это огромная честь, потому что я считаю, что учиться в школе имени такого героя – это очень важно. Он военнослужащий, майор, но я думаю, что его нужно вспоминать со стороны героя, так как он понимал, что его дома ждут, что его любят, но он отдал свою жизнь за спасение детей. Здесь будут сидеть ученики, которые имеют успехи в учебе, принимают активное участие в жизни класса и школы. Образовательный проект «Парта героя» реализуется в рамках федерального проекта «Партия «Единая Россия» и называется он «Новая школа». На ученическом столе размещена информация о человеке, есть и QR-код. Сканируешь и читаешь статью о герое в Википедии. Это непосредственно класс, в котором в прошлом году у нас родился отряд юнармии. Ребята вместе со своим классным руководителем Ерегиной Анастасией Сергеевной занимаются данным направлением. Очень много внимания уделяют вопросам патриотики, изучению историю нашей страны, а также подвига Романа Катасонова. Еще с прошлого года мы стали принимать участие в различных митингах вахты памяти. Они учились ходить с троем и, соответственно, несли вахты памяти. И детям стало это интересно. Одна из моих учениц уже всем рассказала, что она будет военным по профессии. «Вымпел» — это название отряда Романа Катасонова. В ходе службы он участвовал во многих спецоперациях, например, по освобождению заложников во время теракта на Дубровке. Такие парты появятся и в других школах, чтобы имена героев всегда были на слуху и их подвигами гордились дети. Мало победы ждать, надо победу взять. 26-й открытый фестиваль подмосковных телекомпаний «Братина» прошел в Сергиевом Посаде. Две работы телеканала Лотова Серпухов получили награды, причем одна из них — Гран-при фестиваля. Вот был друг мой. Низбыл воросос. В одном дворе жили мы с ним. И как бы здесь обожили, но он был на классе младшего меня. Гран-при у ТВ Серпухов. Город Серпухов за фильм «Беслан. Будем жить». Спасибо огромное. Это уже получается второй Гран-при, да, в ключе наших телеканалов. Нет, давайте вспомним, что два года назад мы тоже уезжали с Гран-при. Гран-при у фильма Марии Михаила Панкратевых «Беслан. Будем жить». Он посвящен памяти майора ФСБ России Романа Катасонова, который погиб при освобождении детей во время теракта в школе города Беслан. 19-я школа была открыта в 2021 году, и по иронии судьбы ее прорабом оказался выпускник строительного института Мурат Кулов. В 2004 году он был заложником в Бесланской школе вместе с мамой. Такой невидимой нитью майор Катасонов соединил школу номер один города Беслан и новую школу номер 19 Серпухова. Вторая награда фестиваля за фильм «Первым делом самолеты» в номинации «Подмосковье. Источник вдохновения». Он посвящен выпускникам МАИ, которые делают все, чтобы возродить былую славу советской авиации. Очень сильные были работы Серпухов, как можно уже сказать. Вы прислали 25 работ, и из 25 работ жюри, я так прислушивался, что даже жюри нервничали, потому что сами ваши работы соревновались между друг другом. То есть какая из работ будет лучше. Это здорово на самом деле, это очень высокий класс. Свои проекты на суть жюри в этом году представили 38 телекомпаний и организаций Подмосковья и других регионов России, в том числе и 7 детских телестудий. Церемония открытия торжества началась с флагпарада фестиваля. Наша телекомпания уже много лет принимает участие в «Братине» и всегда получает немало наград. Например, в 2017 году мы выиграли в одной из самых престижных номинаций «Репортаж с колес». В 2020 году за фильм «Отряд» получили гран-при. Танцы в ритме улиц и не только. Три часа длился мастер-класс, который столичные педагоги-хореографы провели для любителей современных танцевальных стилей. Занятия проходили во Дворце культуры России в рамках областного проекта «Пространство танца». Пространства для танцев оказалось недостаточно из-за количества желающих поучаствовать в мастер-классе. Фае на втором этаже Дворца культуры любители современной хореографии заполнили на 200%. Как отметила Елена Чуб, победитель множества российских и международных чемпионатов. Казалось бы, простые, на первый взгляд, танцевальные движения освоить непросто, даже пришедшим на занятия педагогам. Пришлось попотеть всем. Но это стоило того. Елена, кстати, проводила первый мастер-класс. Несмотря на то, что я уже давным-давно руководитель коллектива, я каждый раз обучаюсь по разным направлениям. И для меня это новшество. А потом нужно всегда учиться, особенно в хореографии. Это очень интересно. Чтобы твой коллектив был не такой, как другие, чтобы в нем была своя изюминка интересная. И, конечно же, наши дети, которые сейчас видите, участвуют. Для них это такое интересное событие. Областному проекту «Пространство танца» 4 года. Реализуется он в Подмосковье Центром культурных инициатив при поддержке областного министерства культуры. Каждый мастер-класс длился целый час. Представленные любителям современных танцев стиле одни из самых энергозатратных и непростых. Однако ряды желающих научиться дружить со своим телом, управлять им, не редели. Я первый раз на таком мастер-классе. Мне стало интересно и для себя, для развития. Может, ученикам даже что-нибудь покажу. Все понравилось. Они все разные. Первый мастер-класс был один, такой более активный, здесь более резкий, с импульсами. Мастер-классы проводили самые популярные хореографы России. Некоторые, как Ксения Горячева, участники телепроекта «Танцы на ТНТ». Каждый хореограф, безусловно, представляет свой уникальный стиль, свою уникальную лексику, но, так скажем, обобщить мы это можем все современным танцем, контемпорари-танец, это уже единение и классического танца, и современного, и хип-хоп, и уличных направлений. То есть это совокупность различных стилей, различных музыкальных решений в единый такой вот синтез. Конечно, за один рок, даже если он длился три часа, освоить тот или другой стиль современной хореографии не получится. Главное – увлечься и выбрать. И тогда уже серьезно заниматься танцами. Это у организаторов мастер-классов получилось. В музейно-выставочном центре торжественно открыли юбилейную персональную выставку про твинского художника Виталия Губарева. Здесь представлены работы мастера, выполненные в разных графических техниках. На мероприятии присутствовала наша съемочная группа. Афорт – гравюра на металле, техника глубокой печати. Углубления рисунка на металле заполняются краской и затем под сильным давлением пресса переносится на бумагу. Афорты Виталия Губарева подобны монохромной живописи. На выставке также представлены работы, выполненные маслом, карандашом, пастелью. Коллеги, друзья, любители искусства – все поздравляют мастера с открытием выставки. Сегодня мы открываем выставку талантливого человека, академика Российской Академии Народных Искусств, заслуженного художника России, Губарева Виталия Петровича. Прошу его поприветствовать. Познакомившись с технологией Афорта, с техникой воспроизведения, только низкий поклон за такой кропотливый труд, который приводит потом к таким, не побоюсь этого слова, шедевром. Где Виталий Петрович, там всегда радостно, нет, никогда не унывает. Если мы в каком-то плохом настроении, он приятно, вы что, девчонки, надо смеяться, надо улыбаться, он артист. И вы, наверное, видели, там готовили ему газету к юбилею, какой он замечательный артист, он поет прекрасно. Выставок в жизни Виталия Губарева было много, более трехсот. Всесоюзные, зональные, республиканские, международные. Самое волнительное, конечно, когда всесоюзные, у меня Третьяковка приобрела три рисунка. Это было, конечно, событие вообще. Но и небольшие камерные выставки имеют свои плюсы, по мнению автора. Афорты, рисунок – это камерное искусство. Это не для больших площадей. Как раз вот работаете, как раз в таких залах они хорошо и смотрятся. И зрители могут подойти, любоваться, спросить у автора, побеседовать с автором. Это замечательно. А на больших выставках это суета. Афорт чем сложен, это вот каждая работа, вот, например, поле, это 12 травлений. Это каждый раз по новой. Закрываешь доску кислоту упорным лаком, опять гравируешь, опять-таки с кислоту, опять-таки на станке проверяешь. Большой мир раскрывается в малом, при пристальном разглядывании. А на выставке действительно есть на что посмотреть. Я очень люблю посещать такие выставки, как в нашем городе, так и в других городах и странах мира. В частности, я пришла сегодня к метро, потому что я наслышана о его работах, и меня привлекает его творчество, и самое главное, его жизненная позиция. Быть всегда везде, позитивным, а это, как вы понимаете, всегда важно во все времена. Выставка Виталия Губарева продлится до 6 ноября. Достойные награды. Воспитанники Федерации тайского бокса городского округа Серпухов завоевали победные места на чемпионате первенства Московской области. На соревнованиях собрались команды всей области, почти 300 участников. Проходили они на базе отдыха Ершова. Зрелищные бои длились 4 дня. Данный чемпионат отборочный. Лучшие войдут в состав сборной региона и будут участвовать в чемпионате и первенстве ЦФО. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Много других новостей есть на сайте телекомпании, на сайте администрации и в социальных сетях. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Открыты вакансии инструкторов категории С в автошколе ДСААФ. Более полувека автошкола готовит водителей и специалистов транспортных средств. Если и ты хочешь стать частью ее команды, приходи. Официальное трудоустройство и полный соцпакет. Обращаться по телефону 37 44 95 или 76 56 56. Натяжные потолки от установщика номер 1 нашего региона студии Парсек это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков. Профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке. Натяжные потолки от студии Парсек. Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76 48 48. Код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...